Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Вчера я достаточно подробно рассмотрел обращение Романа Василенко, в котором он прокомментировал, почему заблокированы сайты Life is Good, Germes и Bestway. И в своем обращении он заявил, что это произошло по причине предательства, что люди, которым мы доверяли, верили в их профессиональные человеческие качества, втыкают нож в спину и так далее. Но в этом видео я хотел бы предоставить слово как раз другой стороне, непосредственно человеку, который является айтишником компании Life is Good или являлся, и который прекратил работу сайтов. И как раз в этом видео я предоставлю ему слово, потому что я считаю, что для объективного получения информации важно выслушивать обе стороны. Материала достаточно много, вместить все в один видеоролик проблематично, поэтому, скорее всего, видеороликов будет несколько. Поехали! Кто-то может сказать, а с какой стати мы вообще должны слушать какие-то комментарии, пояснения от незнакомого человека из интернета по имени Евгений. Мы даже фамилию его не знаем. Ну, в принципе, резон в этом есть, потому что действительно на протяжении лет существования Life is Good, Germes и Bestway было много и критики, и разоблачений, и разных видеороликов. Поэтому, предположим, если бы сайты продолжали работать, как и раньше, а тут появился бы некий Евгений и начал утверждать, что он главный айтишник Life is Good, и у него есть разоблачающая информация, но при этом сайты все работают в рабочем режиме, то, наверное, большинство консультантов и инвесторов просто не восприняло бы эту информацию всерьез. Потому что все же работает, как и раньше работало. Но вы все прекрасно знаете, что произошло. Сначала прекратили работать все сайты, и потом на сайтах появилось сообщение и призыв, что нужно обращаться в правоохранительный орган. И уже после этого появляется как раз человек по имени Евгений, который говорит, что он является ведущим айти-специалистом Life is Good, который как раз на протяжении лет и занимался, собственно, работой по поддержанию айти-инфраструктуры холдинга Life is Good и всех этих проектов. То есть, по сути, действительно, прекращение работы сайтов и публикация на нем вот этого предупреждающего текста показывает, что Евгений — это не просто какой-то посторонний дядя из интернета, которому там захотелось что-то покритиковать в адрес Романа Василенко и его проектов. То есть, он реально обладает определенными техническими возможностями. И, как вы сами видите, сайты не работают до сих пор. То, что Евгений действительно являлся айти-специалистом Life is Good, подтверждает и сам Роман Василенко в одном из своих обращений. Например, там есть такие абзацы. Инфраструктура наших интернет-ресурсов с 1 марта 2022 года действительно подверглась саботажу. Несколько дней мы не знали, как объяснить происходящее людям. Однако, выход из ситуации объявился сам собой. И выход этот оказался нашим ведущим айти-специалистом, который попросту сменил все пароли и отключил систему. Каминг-аут, то есть выход признания Евгения, случился на YouTube-канале компании, где он предстал перед зрителями в не самой лучшей форме, однако и не в худшем положении для себя. Ну, по словам Романа, выглядит, что вот Евгений такой вот вредный взял и поменял там все пароли. Много лет он обслуживал компанию Life is Good, а тут вот ему что-то там кольнуло, и он решил вот сделать такую гадость. И сделал, да? Но позже вы узнаете другую версию, которую как раз рассказывает Евгений со своей стороны, что на самом деле произошло. По ходу выступления Евгений признался в соучастии в нескольких преступлениях, если бы хоть что-то из того, что он сказал, было правдой, а значит, должен был вещать из камеры СИЗО, либо из-под домашнего ареста. Однако ни того, ни другого с ним не случилось, потому что и в СИЗО, и под домашним арестом запрещено пользоваться интернетом. Мне сложно сказать, что имеется в виду признался в соучастии в нескольких преступлениях. Если у вас есть какие-то мысли и идеи, пожалуйста, напишите их в комментариях, потому что в основном в выступлениях Евгения, да, я согласен, что он был не в лучшей форме, скорее всего, в состоянии опьянения, но, тем не менее, в основном суть его роликов заключалась как раз в обвинениях в адрес Романа Василенко, а не в признании собственных преступлениях. Но если у вас есть какие-то соображения на этот счет, пишите в комментариях. Его обращение было сразу же подхвачено профильным телеграм-каналом и до настоящего времени остается в прикрепленном сообщении в его заголовке. Видимо, эта информационная бомба должна была побудить пойти в полицию посетителей канала с подписанными по форме заявлениями. Однако и внешний вид, и содержание его выступления у нормальных людей ничего, кроме недоумения, вызвать не могли. Безобразные заглушки, которые 7 марта были выставлены на ресурсах наших компаний с объявлением о том, что сайты запрещены по устному распоряжению силовиков и предложением написать заявление в полицию, тоже делал рук Евгения. Заглушки, кто не знает, это как раз, когда нет основного сайта, а вместо сайта есть некая картинка или текст. То есть вот тот самый текст, который призывал к подаче заявлений, это и есть заглушка. Я расцениваю это как хулиганство, и пусть этим занимаются юристы. Наши же проблемы приземленнее. Мы восстанавливаем базы данных и перезапускаем все проекты на новых серверах. Подключены лучшие специалисты из IT-сферы, так что прошу всех потерпеть еще немного, мы все починим, и все заработает в прежнем режиме. Итак, это точка зрения Романа Василенко. По сути, в своем тексте он подтвердил, что Евгений действительно являлся IT-специалистом компании Life is Good. Один пользователь написал следующий комментарий. Ну, Василенко, ну, жук. Тут ему и подфартило. Сказал, что все терпят убытки, мировой рынок рухнул, и он ничего сделать не может. Крепитесь и ждите лучшие времена. Евгений на этот комментарий ответил следующее. У Василенко обычно это стандартная позиция, когда на рынке происходит какое-то, например, снижение котировок. Он сразу начинает таким образом говорить, что вот проблемы. То есть, ну, проблемы вообще от другой темы, да, происходит. Но снижение котировок, это для него фактор такой, что он им прикрывается. Повышение котировок, он им тоже прикрывается. Сейчас произошел определенный, ну, высокая волатильность, да, на рынках. Особенно если взять евро-рубль, который очень связан с евро-рублем на гермесе, да, так сказать, с таким курсом, то для него это вообще волшебное средство сказать, что, блин, да вот такая вот фигня произошла, извините, скоро все починим, и все будет хорошо, окей будет. Это его стандартная фраза. Запомните это. Это восемнадцатое правило. Поскольку Евгений записал много комментариев, поместить их в один видеоролик достаточно проблематично. Поэтому, как я и сказал, буду публиковать частями. Внизу видеоролика показан адрес телеграм-канала, где как раз вы увидите все последние обновления. Также подписывайтесь на YouTube-канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.